МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Альма-Матер, программа о жизни Новгородского университета. Наши корреспонденты расскажут о главных событиях за прошедшую неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе руководитель Новгородского университета Юрий Боровиков пообщался с родителями учеников Кванториума и рассказал о строительстве Новгородской технической школы. Подробности в репортаже Виктора Михайлова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вырастить будущих специалистов в сфере науки и инженерии такая задача стоит перед Кванториумами – специальными центрами, в которых собраны последние технические достижения. При этом занятия в таких школах бесплатные. В лабораториях школьники занимаются проектированием роботов, программируют и осваивают 3D-моделирование и печать. Помимо этого учатся работать в командах по проектной логике. Мы их учим работать и простраивать свою траекторию работы команды в доске Трелла. Доска Трелла – это тоже определенный план, который позволяет детям четко ставить задачи и добиваться выполнения этих задач. Четко следовать задачам помогают и преподаватели. Среди них студенты и выпускники Новгородского университета. По словам директора Новгородского Кванториума, на практику учащиеся приходят сами. Они пишут отчеты и знакомятся с лабораториями. За время практики они познакомятся со всеми Кванториумами, сделают практические работы. Один уже у нас, в общем-то, устроился преподавать уроки математики, которые также предусмотрены в программе Кванториума. И я надеюсь, в конце практики еще кто-то найдет себе место здесь работы в качестве наставника. Получив такой опыт, студенты смогут работать не только в Кванториуме, но и в других научных центрах. Так, для того, чтобы не допустить утечки молодых ученых, в городе строится Новгородская техническая школа. В ней должны расположиться все лаборатории, которые сейчас функционируют в Новгу. Это территория напротив Манежа, на улице Великой. Строительство там началось. 18,4 гектара земли, 17 тысяч квадратных метров. Это как раз для ваших детей, для Кванторианцев. Но только здесь не будет никаких ограничений по возрасту. Строительство школы идет полным ходом. К концу года планируют возвести каркас здания. В 2021-м на ее базе пройдет чемпионат молодые профессионалы по стандартам WorldSkills. А к 2022-му в НДШ начнут полноценную работу. Российские студенческие отряды готовятся отметить свой профессиональный праздник. В преддверии гала-концерта они пообщались с руководителем Новгородского университета. За чашечкой чая бойцы рассказали о том, что на территории области работают 17 отрядов. Медики, педагоги, проводники и сервисники. По словам руководства Новгородского регионального отделения, в летний сезон студенты работают на территории всей области. А некоторые выезжают на работу в другие регионы. Бойцы попросили руководителя вуза помочь с развитием сервисного направления, так как в области нет возможности трудоустроиться. Юрий Боровиков пообещал разобраться в этом вопросе и рассказал, что сейчас ведется работа над тем, чтобы уменьшить стоимость студенческого проездного. Часть средств за него будет компенсировать город, область и университет. Сложно сейчас представить, сидя у экранов телевизоров, какой был 41-й и последующие военные годы. Представления о Великой Отечественной войне формируются уже не по рассказам ветеранов, коих осталось очень мало, а все больше по книгам и фильмам. И хорошо, если они достоверные. Наш корреспондент Мария Зверева расскажет о спектакле «Звуки жизни». Кажется, невозможно показать за один час события нескольких лет Великой Отечественной войны. Но фольклорный театр Кудесы уместили в свою постановку «Звуки жизни» весь период. От фашистской атаки до Дня Победы. Спектакль был дан в Политехническом колледже Новго в честь 75-летия со дня окончания войны с фашистско-немецкими захватчиками. Основой для представления стали стихи фронтовых поэтов, песни и новгородские рекрутские обряды. Это музыкально-политическое представление, отдельные эпизоды военных действий, шутками даже, сцены боя, которые выполнены на материале фольклорно-теографических записей по Новгородской области, из деревень, от носителей, традиций, которые видели эту войну, пережили, которые сохранили песни, обряды. Началось представление с беззаботного веселья. Дети кушали, парни играли на баянах, девушки танцевали. Но внезапно все изменилось. Начали летать самолеты, и людей охватила паника. После чего юношам пришлось отправляться на фронт. Артисты обыграли момент прощания танцами и песнями. Кульминацией спектакля стала сама война. Сражения на танках, перестрелки с противником, оборона в окопах. Один из самых трогательных моментов постановки – смерть солдата в бою. И остался один в обороне. Один и кругом враги. Как мало осталось патронов, как много еще врагов. И снова ползут по склону. Держись, капитан Соколов! Как мало осталось патронов. И вдруг пулемет затяг. На сцене практически не было декораций, только два деревянных стола. С помощью них артистам удавалось обыграть танки, окопы и противотанковые ежи. Актеры показывали не только военные действия, но и переживания жен и матерей. По задумке режиссера, спектакль представляет зрителю все основные события Великой Отечественной войны. Произведение, которое взят отрывок, показало силу наших вооруженных сил, любовь наших женщин, девушек, тем, кто уходили на войну. Это олицетворение русского духа, народа, в котором состоит большая сила. Сила ждать, сила воевать, сила выстоять, сила победить. Сам спектакль существует уже несколько лет, но вновь в Губл показан впервые. По словам Дарьи Барановой, артистки театра перед постановкой они репетируют в течение нескольких месяцев и корректируют детали. Вы одновременно иногда и поете, и танцуете. Как это возможно? Не сложно ли? Сколько нужно тренироваться, чтобы это достичь? Ну, если человек живет тем, что он делает, и ему нравится, и он готов нести людям то, что он чувствует со сцены, то, в принципе, получается все и вместе, и всегда, потому что сцена – это удивительное место, на которое человек может делать абсолютно все. Несмотря на то, что фольклор – не современное направление искусства, оно пользуется популярностью в нашей области. А постановка театра «Кудесы. Звуки жизни» завоевала гран-при на нескольких всероссийских и международных конкурсах. В Гуманитарно-экономическом колледже открыли скалодром. Покорять виртуальные горы студенты Новгородского университета смогут бесплатно. Больше информации вы всегда можете найти на официальном сайте ВУЗа и, конечно же, в социальных сетях. Смотрите далее. На что учились, то и получилось вручение дипломов магистрам юридического. Умная профилактика от гриппа и коронавирусной инфекции. Зачем вы, девушки красивых? Студенческая химия. И многое другое прямо сейчас. Продолжаем «Альма-Матер». У юристов подчас ответственности не меньше, чем у врачей. И можно с уверенностью сказать, что знание закона продлевает иногда жизнь. И мы надеемся, что магистры, получившие диплом государственного образца, будут работать не только на статистику, но и помогать людям. С выпускниками пообщался наш корреспондент Виктор Михайлов. С лета 2019 года в Новгородском университете восстановили аккредитацию по всем направлениям магистратуры и 23 образовательным программам. В феврале нынешнего состоялся первый выпуск магистров права. По словам исполняющего обязанности декана юридического факультета, возвращение аккредитации должно положительно сказаться на имидже вуза. Сегодняшние квалификационные требования, которые предъявляются к обладателям диплома о высшем юридическом образовании, они иногда содержат и требования наличия квалификации магистрской. То есть бакалавриат этой ступени не всегда достаточно для того, чтобы удовлетворить требования работодателя. Профиль магистрской программы позволит выпускнику работать в судебных и правозащитных органах, а также на государственной и муниципальной службе. В этот вечер 66 выпускников получили заветные документы об окончании вуза. По традиции первыми вручили дипломы отличникам. Они получили их из рук руководителя НовГУ. Один из выпускников, Виталий Саумин, работает по специальности в коммерческой фирме. Магистратуру заканчивал заочно, так сказать, без отрыва от производства. Говорит, что после получения диплома останется на нынешнем месте. Переходить на государственную службу пока не планирует, так как в коммерческой организации легче работать. Нет какого-то четкого следования правил, которые необходимо соблюдать, например, на государственной гражданской службе. То есть работа в коммерческой службе, я могу сам придумать исход событий таким образом, подстроиться, подправить, либо изменить и добиться какого-то результата. А в рамках гражданской службы не всегда такое государственная служба, такое возможно. Также в планах дирекции института создать диссертационный совет. Он позволит уже выпустившимся студентам остаться в нашей области и продолжать обучение в НовГУ в аспирантуре. Каким будет Великий Новгород и Новгородский университет через 5-10 лет? Мы решили пофантазировать и узнать у универсантов. Если говорить про инфраструктуру, то я бы добавила, наверное, побольше парков развлечений, потому что именно в Новгородской области, в Великом Новгороде, я считаю, что мало развлечений для молодежи. Я очень надеюсь, что Новгород будет очень красивым через 5 лет, что выходя на любую улицу, да, не обязательно главную улицу, на любую, может, даже улицу поменьше, чтобы было приятно, чтобы было комфортно. В городе должны быть созданы условия для благоприятного житья, для людей, вот, чтобы было больше работы, работы высокооплачиваемой. Зарплата была хорошая, потому что у нас нет молодежи в городе, они все уезжают. Почему? Потому что зарплата не соответствует, скажем так. Город должен стать университетским. А что значит университетский город? Не менее 10-15% от количества жителей, проживающих в Великом Новгороде, должны быть студентами. Это будет очень заметно, я вас уверяю. Университет, он должен быть, наверное, очень комфортным для самого студента. Я жду интеграции в учебных планов НовГУ с Новгородской федератической школой. Может быть больше профессий. То, что через 5 лет, скорее всего, профессии, которые требуются сейчас, они изменятся. Будут создаваться новые клиники и также дополнительные секции, это также и для школьных курсов, и, в общем, для института. Расплотить все-таки студентов, да, там иностранцев и студентов из разных областей. Я считаю, что должно быть место, где они были бы все вместе. То есть не одно общежитие, да, там на один район, а какой-то студенческий городок, хорошее укомплектованное общежитие. В нем должны быть, безусловно, доступны индивидуальные образовательные траектории. Его учебный процесс должен быть весь в цифре. Мы должны всегда и все видеть про студента. Его проекты должны быть полезны городу Великий Новгород, должны быть полезны региону. Во-первых, я вижу себя мамой, желательно ни одного ребенка. А если говорить о профессии, то я вижу себя телеведущей, возможно, это новостная передача, либо, может быть, про путешествия. Стать отличным врачом по будущей своей специальности. Ну, я хочу работать либо в больнице, либо в центре в детском. Себя я вижу инженером на заводе «Квант», чтобы я был начальником. Через 5-10 лет я вижу себя состоявшейся успешной девушкой, которая занимается любимым делом, а именно я буду работать маркетологом. Я думаю, что в течение ближайших 10 лет я бы хотел себя видеть ректором Новгородского университета и сделать все, чтобы в университете были запущены положительные процессы и необратимые. Даже Наполеон не мог разобраться, женщины – это занятие для бездельников или женщины – это награда для воинов. Да и мы с вами ответить не можем – это такая любовь или увлечение. Но согласитесь, у каждого своя формула счастья. И нужны ли нам какие-то праздники в календаре, чтобы сказать друг другу о своих чувствах? Выясняла Анастасия Васюнова. Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она у тебя остается. Так об этом чувстве писал Лев Толстой. В повести «Юность» автор также выделил три вида любви – любовь красивая, самоотверженная и деятельная. Узнав об этой типологии, я решила проверить теорию писателя и доказать, что для современного человека любовь – нечто гораздо большее, чем только три возможных варианта событий. О видах любви рассуждает главный герой произведения Николай Иртенев. Любить красивой любовью для него значит наслаждаться выражением чувства, а не эмоциями. По этому типу люди не заботятся, а взаимности и более того часто меняют объекты любви. Гордиться своими чувствами склонны и самоотверженные. Они приносят себя в жертву, правда, не ради комфорта партнера, а чтобы насладиться фактом спасения. Поэтому нередко желают вторым половинкам не избавления от трудностей, а их увеличения, чтобы утешать, ревновать и учить. Люди, которые, может быть, лишены были любви в детстве, и когда они увидели такой объект обладания, чувство, похоже на любовь, они боятся лишиться этой любви. Страх потерять любовь, и она как бы замутняет рассудок и заставляет их ревновать и контролировать своего партнера. К неконструктивному поведению в отношениях может привести и заниженная самооценка. Часто это становится причиной деятельной любви. Партнер старается исполнить все желания другого, от того, что думает, что любит недостаточно. Описанные Львом Николаевичем виды, хоть и кажутся обыденностью, нормой не являются. Крепкие отношения, по мнению Елены Уковицкой, основываются на взаимном уважении и общих интересах. Но чтобы их выстроить, нужно работать над собой. Если говорить об определениях любви, то мне очень нравится определение, которое дает любви Конфуции, что любовь – это есть совокупность трехвлечений – ума, души и тела. Как говорила Брюджет Бардо, важно понимать, в какой последовательности – ум, душа, тело. Очень важный такой комментарий Брюджет Бардо. И второе определение, которое мне очень нравится, его дает экзюперий, мне кажется, очень хорошо отражает суть любви. Что любить – это значит не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении. Некоторые психологи оспаривают типологию Толстого, потому что описанные им чувства, по сути, являются тремя стадиями негармоничных отношений. В науке о душе пока не существует общего разделения любви, а самой распространенной считается классификация Аристотеля. На протяжении всей жизни человечества любовь рассматривали с разных точек зрения. В древнегреческом мифологии ее изучали как движущую вселенную, а Шопенгауэр считал ее равной страданию. Распространенное мнение о том, что любовь – это повышение уровня эндорфинов, но даже с медицинской точки зрения все не так просто. Наш организм настроен на получение удовольствия, поэтому мы так часто говорим о чувствах, считает Рушан Сулейманов. Для объяснения механизма любви заместитель директора Института медицинского образования использовал ту же теорию конфуция – главенство ума, души и тела. При совпадении этих параметров, как при наложении трафарета, возникает влюбленность. Когда встречается тот субъект, тот человек, который по внешним параметрам, там у нас как будто есть какой-то шаблон, потому что мы воспитываемся какой-то семьей, определенные культурные ценности, какие-то книги, какие-то фильмы, там формируется определенный образ. И этот образ среди нейрона включается в работу и работает определенной частотой, как качели. Если хотя бы внешний образ совпадет с этой частотой, появляется резонанс и выделяются гормоны счастья. Они проникают в нейронные клетки мозга и охватывают всю большую площадь. Благодаря этому механизму мы испытываем удовольствие при виде партнера и даже мамы или любимого питомца. Но отличия в процессах все-таки есть, и связаны они с взаимодействием разных центров мозга. Ум, душа и тело основные. И от этого обратно можно рассуждать. По отношению к животным, исторически, генетически, эта информация не передается. Этот центр практически отсутствует. Поэтому только мы получаем при, так скажем, любимым, да, там, пёсикам, кошкой, совсем другие. Механизм тот же. Те же химические элементы. Но другой центр. Любовь – это не только биохимические процессы в организме, но и совместный труд партнеров. Показатель крепких чувств – моральный рост человека. Если партнер искренне любит, то стремится меняться в положительную сторону. Эрик Фром назвал этот эффект плодотворной любовью. Любовь – это непосредственно серьёзнейший труд в отношениях, когда ты начинаешь узнавать какие-то, может быть, негативные стороны того человека, в которого ты был когда-то влюблён. И, соответственно, любовь – это такой большой-большой, как я уже сказал, труд. Это когда ты готов ради этого человека намного. Это, наверное, то, что меня определяет как человека. То, что позволяет мне двигаться дальше в будущее светлое, видеть свои перспективы. И это, конечно, даже человек, который находится рядом, который помогает мне в этих всех начинаниях. В произведении Фредерика Бетбедера главный герой придерживался теории, что любовь живёт всего три года. И отчасти он был прав. Биологические процессы длятся на протяжении этого срока. А секрет крепкой любви – во взаимном желании партнёров работать над отношениями. О коронавирусной инфекции даже ленивый говорит. Всё чаще на улицах города мы встречаем людей в медицинских масках. Только вот они не знают, что повязка на лице может не предотвратить, а наоборот способствовать заражению. Тему продолжит Анна Белоусова. Слово «вирус» происходит от латинского, которое означает «яд». Это мельчайшие возбудители инфекционных болезней. Они заражают все организмы – от бактерий до животных. Люди уже давно научились бороться с большинством из них. Не так давно появился новый вид коронавирусов, ответственный за вспышку пневмонии нового типа. Жительница Тайвани считает, что её собака спасла её жизнь. Голодный пёс ел паспорт своей хозяйки прямо перед вылетом в Ухань. Спустя несколько дней в этом городе произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Данный вирус относится у нас к роду бета-коронавирусов и семейству огромному коронавирусу. То есть надо тоже понимать, что этот вирус не первый в своём роде, но у него были и другие. Сарс, Марс, например, которые тоже вызывали вспышки в 2002-2012 годах, если не ошибаюсь. То есть коронавирус был и раньше. Данная конкретная вспышка немножко характеризуется тем, что она появилась локально и достаточно неожиданно для всех. Данный вирус мутировал внезапно. Сначала он заражал только животных, человеку не передавался. Но ввиду антигенного шифта у него возникла способность распространяться и на людей. Всё произошло настолько стремительно, что случилась паника. Хотя, по словам врачей, повода для волнений нет. Паника сейчас вокруг него может быть не столь целесообразна, потому что у нас случаются подобные вспышки коронавируса, случались и в прошлом, надо понимать. И, в принципе, во-первых, своевременные меры, принятые государствами, и, в принципе, изучение этого вируса, они поспособствовали локализации вспышки и потери больших-больших удалось избежать. В настоящий момент число жертв нового вируса превысило 1 тысяча человек. По данным властей Китая, инфицировано более 40 тысяч, а за пределами КНР зафиксировано 319 подтвержденных случаев заражения. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а сразу идти в больницу, так как симптомы схожи с обычным ОРЗ. Также медики советуют соблюдать режим сна и правильно питаться. Врачи рекомендуют соблюдать режим правильного питания и сна, потому что иммунитет – это наша основная защита, которая биологическая наша. То есть нам нужно спать ночью. Почему сон ночью является наиболее эффективным способом защиты? Потому что клетки иммунитета пролиферируются, размножаются, увеличивается их количество именно в ночное время. Макрофагия, например, в 11 вечера, если мы спим, они начинают продуцироваться. Нитрофилы в 2-3 часа ночи. А под утро, в 4-5 утра, эозинофилы, антитела начинают вырабатываться, которые нам также помогают в борьбе с инфекцией. Люди до того напуганы всей ситуацией, что даже боятся забирать посылки из Китая. Но то, что вирус передается через воздух в бандеролях и фрукты из Поднебесной – это мифы. На самом деле можно заразиться только от контакта с больным человеком или животным. Власти стран развешивают памятки для граждан, где рассказываются о путях передачи, симптомах и мерах предосторожности. А в КНР в местных аэропортах выдают защитные маски, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Медики советуют избегать контакта с больными и надевать в общественные места маски, которые нужно менять каждые 2-3 часа. И ни в коем случае не использовать повторно. Кроме того, нужно не забывать тщательно мыть руки. Пока это все, что мы успеваем вам показать о других интересных темах и событиях, мы расскажем в других эфирах. Смотрите Новгородское областное телевидение. Увидимся с вами ровно через неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова